юбисофт вода а сосен скрит 3 неплохо ну да вот заходим ребят всем привет меня все по-прежнему зовут зак с вами на связи зак в общем то думаю вы со мной знакомы и наступил 2024 год у меня сегодня 7 января я сейчас запишу это видео да что ж такое идет подключение к серверу юбисофт пожалуйста подождите сколько можно ё-моё блин вот уже сколько времени прошло я последний раз в эту игру заходил 3 июня 2023 года видос опубликовался спустя месяц а то и полтора где-то там в июле 23 года и вот по старой памяти помню я когда заходил сюда была та же самая фигня вот смотрите да идет подключение к серверу юбисофт и сколько мне ждать сколько мне ждать я уже блин все жду и жду о господи юбисофт как же он достал на самом деле да бывает вот реально постоянно заходишь в какой-то сачин скрит и постоянно вот какие-то грёбаные долбаные безячие обновления вот этого коннекта юбисофт коннект лаунчера да они настолько задалбливают постоянно да 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 нажимать постоянно еще порой пароль мне надо вспоминать и вводить каждый раз вот даже сейчас я в принципе уже даже ну запомнил свой пароль уже на автомате ввожу но все равно это задалбливает еще каждый раз перед запуском игры порой просят ввести пароль ну и как бы не порой а очень часто когда ты долго не заходишь в ту или иную игру то да просят допустим в browserhut я заходил вот недавно там если вот я бы сейчас запустил его у меня бы пароль вводить не просили бы но вот вас сейчас creed 3 получается не заходил уже 8 месяцев сейчас вот захожу идите свой пароль от от лаунчера ну вел и смотрите как долго ждать приходилось так чё это у меня тут все еще сейф 16 года какой то есть не удаленный и вот последний мой сейф вот смотрите до 3 июня захотел последний раз в эту игру 2023 года видос этот вышел где-то там в июле 23 года ну и короче вот наступил 2024 год еще раз говорю что у меня сегодня 7 января я поздравляю вновь вас с наступившим годом дракона 2024 не знаю когда вы смотрите это видео но очевидно что где-то в 2024 вряд ли вы будете смотреть это видео как когда-нибудь там в двадцать пятом году или в двадцать шестом году она уже по-любому потеряет актуальность но суть в чем наступил 2024 год это первое видео в этом году по рубрике которая называется как играется в ту или иную игру в том или ином году то есть вот то есть наступил 2024 год последний раз я играл в ассасин's creed 3 в 2022 каком втором 2023 году 8 месяцев назад и короче вот я хочу начать этот год снова зайдя в ассасин's creed 3 да но прикол в чем в двадцать третьем году я заходил сюда в эту игру получается то что самого начала да вот но начало игры она не особо то интересная но даже можно сказать скучно ват этом на корабле за хейтома всякой херней мы страдали за дезмонта играли в общем то все самое интересное но по сути вот только только сейчас начинается когда уже действительно нас более-менее начинает погружать сюжет мы уже в бостоне мы уже играем за хейтом о кенуэе в бостоне с нашим вот каррифаном решаем какие-то вопросы его зовут чарльз ли и вот-вот наверное через минут 30 сюжетная линия этой игры будет разворачиваться таким образом что мы еще и начнем играть за конора да правда поначалу мы будем играть за маленького конора опять начнется какой-то скучняк но попозже все-таки мы уже начнем играть более-менее там за подростка уже за взрослого конора даже в ассасинском костюме в общем то ребят рад вас всех приветствовать в двадцать четвертом году на видео по игре с ассасин скрид 3 как же играется в нее в этом году вот короче заходим снова и играем давайте посмотрим как будет играться уже в двадцать четвертом году в эту великолепную игру из детства в том числе да в эту ностальгическую игру в том числе опять же на все-таки она в ностальгию во мне вправду вызывает не часто я снимаю видосики по ассасин скрид 3 но думаю что когда-нибудь это изменится вообще всего по моему одно видео по ассасин скрид 3 да так и есть одно единственное видео на тему как играется в эту игру в двадцать третьем году и вот сейчас вот будет второе видео ну если не считать dlc шку я ведь там еще в dlc шку заходил тирания короля джорджи вашинг надо это по идее dlc к ассасин скрид 3 но короче вот сейчас будет еще одно видео по классической ассасин скрид 3 будем вот просто играть проходить задание следующее задание короче какая-то вот часть 2 врач называется погнали опа уже стемнеет что ли ли чё с освещением ну ладно начинаем ребят все я проболтался а теперь за дело заперта прелестно что же делать это немножко варварские методы но ладно сэр прошу кажется не только мы ищем мистера черча черты где он может быть что нам делать снимать штаны и бегать идем я покажу как спрячьтесь и подслушайте разговор с соседей бэна черча что-то я уже забыл кто такой бен черч что-то происходит ну ладно играем ребят чё быстро бегать не могу что происходит написать его роду как думаете не надо совать нос не в свое дело благими намерениями если бы вы только они несомненно были пьяны причем среди белых дня опа галантере корма соль и прочее навалом у ропсона лучшие цены в городе блин там это учета говорит вы слышите это лучшие цены в городе это школу сетса аудиторы офигеть ребят вы это слышали это ж голос от суток что там что-то говорил узнали впервые расспросить этих людей а я поднимусь повыше давайте чарльз заработал а мы побежали офигеть это что кабан или просто свинка какая-то жесть да уж assassin's creed 3 это первый assassin's creed в котором появились животные по-моему таки смотрите собака да 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 вроде в револейшн се там еще не было никаких животных а вот тут они впервые появились как раз таким это круто согласитесь хотя с этим скрид 3 это довольно таки уже уже старенькая игра на самом деле и уже 12 лет если задуматься я помню те денечки когда она только-только вышла мне на ней понравилось поначалу все таки то есть в принципе я полюбил ассасин скрид 2 потом brotherhood она конечно очень похожа на ассасин скрид 2 на чем-то отличается и все то чем она отличается короче мне это не особо нравилось в принципе зашло более-менее brotherhood зашло револейшнс уже чуть не особо заходило уже все таки что-то как-то заходило на 33 процента а на 66 процентов что-то она мне как-то не нравилось вот ну и ассасин скрид 3 по-моему таки вообще не нравилось мне уже где-нибудь на 75 процентов типа вот тогда black flag вообще конкретно так не зашла конкретно так не зашла то есть я ее вообще конкретно так не особо то полюбил наверное уже зашла вообще всего на процентов 15 скажем так да если в каком-то процентном соотношении измерять мою любовь к играм ассасин скрид вот но все таки вот спустя годы спустя годы я обожаю револейшнс я обожаю ассасин скрид 3 даже реально мне на очень нравится и даже этот black флаг чертов проклятый все-таки уже думаю на 60 процентов мною воспринимается как весь весьма хорошая игра где-то на 65 процентов думаю да можно так сказать не говоря про ассасин скрид 3 в принципе да то есть тут вообще мне все нравится кайфую вообще со всего со всей этой атмосферой ну как бы блин ностальгическая игра уже даже ассасин скрид 3 очень ностальгическая игра вы вдумайтесь она вышла в 2012 2012 а сейчас 2024 то есть 12 лет игре уже офигеть можно как же быстро летит время ну что ж ладно синхронизируем местность вот так вот эпично это происходит к слову говоря я купил новый жесткий диск давно уже купил слушать так чё он там скал будь да знает что осталось с бенджамином что же осталось бенджамином франклин давайте выясним вот так вот ну и короче я чё-то там не договорил помните я вот год назад постоянно жаловался жаловался то что у меня по моему таки бракоманный жесткий диск бывает если долго играть допустим минут 30 или дольше то бывает уже как бы даже фрезы начинаются вот и чтобы их не было о кстати фишка ассасин скрида 3 новая то есть в предыдущих часах такого не было ну-ка вот так вот смотрите я уже даже ничего не нажимаю он сам короче продолжает бежать можно таким образом воспользоваться новой фишкой и типа сократить дистанцию не перелазить через дом а прям таким напролом забраться в какое-то окно и вот выйти вот отсюда ну вы поняли вы только что видели что сейчас только что произошло ладно я пока что выговорюсь не будем там слушать разговоры этих стражников особо да не будем слушаться ну так постоим для галочки и я выговорюсь потому что я сбился с какой-то темой я короче купил новый жесткий диск помните я вот в двадцать третьем году постоянно жаловался то что фризит фризит постоянно если там долго играешь начинает фризить не фризит только если записывать на ssd шник например наверное это дело в жестком диске он у меня какой-то полубракованный так вот прикол в чем прикол в том что у меня целых двух терабайтный жесткий диск весь засрался просто там живого места уже нету реально столько файлов что все два терабайта заняты и самое главное они заняты не каким-то мусором а чем-то реально нужным то что я не могу удалить вот так вот взять и просто удалить то есть все что я удалить мог я удалил но блин в итоге это жесткий диск все равно короче весь засрат и постоянно я как бы ну вынужден создавать какой-то контент все создавать и создавать как бы есть файлы которые я опять же вынужден не удалять какое-то время то есть зачем-то они мне нужны и короче по итогу у меня весь жесткий диск засрался все два терабайта уже даже на ссдшники немного таких гигабайтов осталось на половину я его засрала у меня ссдшник по моему таки на 500 гигабайт из них свободно уже то ли 200 то ли там 150 то ли сколько там свободно то есть немного и короче я купил новый жесткий диск сейчас запись ведется на него я купил новый жесткий диск у меня крупные потребности очень крупные потребности в гигабайтах они мне очень сильно нужны эти гигабайт я постоянно постоянно что-то устанавливаю постоянно что-то снимаю блин контент-мейкер в конце концов или кто но вы поняли да и я купил жесткий диск аж на целых четыре терабайта вот так вот это да аж на 4,4 терабайта, у меня сейчас жесткий диск Новый, на него, короче, пишется этот видик То есть у меня как бы 2 терабайтный жесткий диск в компе И еще 4 терабайтный жесткий диск Прямо сейчас Потому что он мне реально нужен, нужен даже вот этот 4 терабайтный диск, вот вроде недавно Только купил, да, а как бы уже там 300 гигов занято Нажмите E, чтобы Приказать что-то Там Чарльз что-то говорит, ну Вау, какая Грубость Какой грубиян Тут прошел, а Ладно, давайте мы его в ответ толкнем и побежим На следующий чекпоинт Вместе с Чарльзом Ли Так, внимание, держитесь поближе К союзнику, окей, это надо, чтобы Союзник держался поближе к нам Почему нам-то делают замечания Какого черта он отстает А виноваты мы Ну ладно, добегаем до следующего чекпоинта Я пока что звуки приглушу Диалоги вы тоже никакие не слышите Я просто вот выговорился по поводу жестких дисков Посмотрим, как будет Вообще Записываться на новый жесткий диск Вестись запись Опять же, часовая Потому что сложно что-то там судить Говорить о жестком диске О каком-либо, когда ты там записываешь Пятиминутные, там, десятиминутные видео То есть вот, наконец-таки Настал новый 2024 год Рубрика, как играется В том или ином году Продолжается На дворе уже 2024 год Вот, как бы захожу снова В Assassin's Creed 3 Получается, что мне сейчас предстоит Играть в нее целых полтора часа Где-нибудь А значит Вот как раз за полтора часа Посмотрим Будут фрезы или не будет Вообще, как будет вести себя Воу-воу-воу-воу-воу Вот этот жесткий диск Да, запись на него То есть, как вообще Все это будет происходить Короче, будет фрезить Или не будет фрезить Посмотрим Посмотрим, да Надеюсь, что, конечно Без фрезов обойдемся Пока что все-таки Фрезов не наблюдается Но запись ведется Еще только минут 15 Короче, быстрее карабкаемся Пока нас не пропалили Твою мать Уже чуть не спалился Ну ладно Здесь сейчас происходит Пытка Бенджамина Франклина Насколько я помню Нам надо вот его спасти С Чарджем Ли Ну все Я думаю, что Хватит уже разглагольствовать На тему моего ПК На тему нового жесткого диска Хочу лишь сказать Что я его купил Вот сколько Месяц назад уже, наверное Время не прошло, да? Месяц уже прошел Уже 300 гигов занял И я до сих пор У меня не было Свободного времени Совершенно не было Плюс он 4-терабайтный 4-терабайтный Ёпрс это Это очень много 4 терабайта И я до сих пор Ни разу не проверял Его на битые сектора Через программку Виктория То есть тот жесткий диск На 2 терабайта Который вроде как Бракованный А вроде как и не бракованный Фиг знает Я его сразу прогнал На Через программку Виктория На битые сектора Он идеальный Но тем не менее Как бы в играх Вот даже вот если КС Го Установить на этот Жесткий диск КС Го У меня будет Фризить Реально Каждые Минут Ну допустим 10 То есть за катку Будет где-нибудь 5 фризов За одну катку 40 минут Ну раньше катки 40 минут длились Будет где-нибудь 5 фризов Это не очень-то критично Но это неприятно Блин Новый мощный ПК И вот фризит Как только я установил Counter-Strike На SSD Шник Я ни разу В КС Го Не наблюдал Ни одного фриза И вообще КС Го уже не существует Уже существует Только КС 2 Думаю знаете В принципе Я даже видосики снимал На основной канал По КС Но думаю Как бы вы это все знаете Вы уже На этом Как бы уже Наслышаны об этом Ладно все Выговорился Погнали уже Открывать двери И смотреть сцену Заперто Заперто блин Че делать Мне нужен ключ Чарльз Сидите здесь Может быть Старым методом Попробуем снова Открыть дверь Ну Че-то Чарльз Обленился Видимо ему уже Надоело Двери выбивать С ноги Чем нам надо сделать Ограбить этих Челов Или убить их Или просто Ограбить Незаметненько Нет. Фууууу. Фак. Ю. Фак ю. Просто фак ю. Загрузить в последнем контрольной точке. Давайте попробуем. Короче, я вроде все, что хотел, все сказал, да, по поводу жесткого диска. Так, что у меня там? Блин. Блинский, че нажал? Ладно, еще разок. Короче, да, через программу Виктория новый жесткий диск я не прогонял. До сих пор не было времени. до сих пор не нашлось времени чтобы прогнать но все-таки мне кажется что все нормально в принципе но сейчас мы как бы посмотрим в принципе вот запись ведется на новый жесткий диск даем ты ладно мафака и как бы да в принципе уже сказал и про старый жесткий диск и про ссдшник и вообще мне надоело постоянно рассуждать уже даже в 2024 на тему моего показана на такую заезженную тему достала все это это мой принцип больше не рассуждать а пока вообще ни секунды забудьте про тему пока больше ничего пояснять не буду как спрыгнуть ты ем и так короче потихонечку мое ё-моё потихонечку ребята фигарим а теперь давайте грабанем его как шифт жму по старой привычке а тут надо ежать короче вот сходу обнаружили ключ он был вот этого стражника поблизости хотя не знаю что было бы если бы мы у тех стражников попытались бы обчистить карманы может быть да тут в принципе может быть у любого стражника на выбор у каждого есть ключ вот мы ближайшего нейтрализовали у него был ключ так что нормально а вот и ключ дело в шляпе заходим что тут у нас пытки бенджамина франклина неужели непременно нужно все усложнять бенджамин выплатите мое вознаграждение и я все прощу хер тебе ни за что мне не нужна защита раз мы здесь защита вам без сомнения нужна пошел ты как грубо так что же нам сделать с нашим гостем можно отрезать руки и прощай его карьер блин как же я люблю эти голоса вырвать язык чтобы не болтал попосту забыл как актера зовут и яйца это ж джи би из фильма проект x столько вариантов так что же мне выбрать все разом все разом это жестоко я поторопился с отказом мне очень жаль бенджамин но шанс уже упущен димит виноградов как его зовут понял так вспомним а я практичен но вы не оценили мою щедрость учтите дважды я в дураках не останусь вот этого стражника в красном озвучивает диамет виноградов не по силам глядеть на такое варварство отыщешь меня потом речек вы пожалеете сайлы слышите я там еще нет сильно в этом сомневаюсь короче обожаю просто офигеть как обожаю и тащусь от озвучки персонажей в этой игре голос чарльза ли он просто бесподобен он шикарен он не напоминает фильмы шерлок холмс с робертом дауни младшим в главной роли 2009 и 2011 игра теней голос нашего главного персонажа хейта маккенуэя его озвучивает никита прозоровский даже вот вот этого стражника я узнал это диамет виноградов и кстати с ним даже можно связаться в контакте у меня с ним есть переписка я с ним реально связался после того как сделал обзор на фильм проект x есть ими немножко по переписывался как бы это было несложно он реально как бы идет на контакт всем легко можно связаться вот он говорит что я постараюсь чтобы этого не было сиди смирно я прикинусь чего бы начать вы просто мерзавец и негодяй вот вы кто тем и горжусь то-то рады наверное ваши родители что вырастили такое заткнись заткнись мать твою немножечко отсюда немножечко оттуда ребят вы смотрели обзор на фильм проект x от меня это самое популярное видео на моем канале короче в этом фильме джейби озвучивает то есть персонажа джейби вот этого толстяка озвучивает диамет виноградов вот это его голос узнали немножечко отсюда немножечко оттуда немножечко оттуда короче ладно себя довольна диамет виноградов никита прозоровский я не понимаю зачем мы здесь пойдемте мистер чарльч и я все объясню так голос чарльза ли как зовут актера сейчас загуглю сейчас загуглю ребят а уже не успею до миссии выполнена ну хорошо синхронизация сто процентов ладно сходу начинаем следующее задание найти друзей легко начиная или стоп я в чок просто зашел в здание да нет это миссия ну вот еще пара монет карман джонсон рассказал в чем дело вам нужен как раз тот человек который схватил меня его зовут сайлас течер этот хлыщ работорговец не обманывайтесь его манерами он отъявленный мерзавец и садист что вы знаете о его людях их больше сотни и половина красный мудир это все из-за рабов он капитан королевской роты командует фортом саутгейт нужно пробраться туда дайте подумать а пока я займусь последним рекрутом это джон биткер я вас провожу так ну вот вроде какая-то информация нашел короче василий дохненко получается да озвучивает чарльза ли ну-ка миссия часть 2 солдат зачем вы пришли новый рекрут новая полежка в костер идите как вам это удалось вы забыли сэр я подчиняюсь генералу брэдбеку когда не служу вам конечно ну короче дохненко василий владимирович российский актер дубляжа озвучиваю чарльза ли доктора ватсона фильме шерлок холмс и шерлок холмс игра теней 2011 2009 люблю его голос он очень классный дурак и предатель назовите причину почему я должен прикончить вас прямо сейчас вы собирались отчитываться или надеялись что вас тут не заметят и позволите объяснить да ради бога очень интересно послушать я не дезертир сэр я здесь по приказу полковника амхерста покажите письмо с его печатью и быть может вас не повесят у меня нет письма моя служба такова сэр что такие вещи не доверяют бумаги хейтен генерал брэдбек вероятно я зря удивляюсь волки часто охотятся стаей мистер питкерн отлучиться лишь на пару недель и вернется в пол когда мы покончим с нашими делами явно весьма темными мало того что мне буквально приказали отпустить чарльза но о нем речи не было я его не отдам эдвард послушайте мы закончили проводите их этого я не ожидал ведь я когда-то звал его братом что теперь если мы вернемся нас прогонят нам тут делать нечего и им к счастью тоже идемте что вы задумали выкрасть питкерна недоброе увидите теперь когда я подам знак отвлеките солдат брэдбека и заманите их в тупик что я задумал темные дележки подать знак надо да ну погнали а как это сделать да он наверно по скрипту сам это сделает надо просто идти за стражей вот все по-любому что вы задумали выкрасть питкерна нет давайте через поменьше лишних вопросов я подам знак отвлеките солдат брэдбека и заманите их в тупик я уж люблю бостон люблю всю эту атмосферу все эти голоса озвучка блин ты я люблю тут все реально хорошая ностальгическая игра его красоты это стража надоедает напрягает надоедает они еще видят даже за километр в старых частях астасина такого нет достаточно просто на расстояние уйти и полить перестает а здесь как бы уже даже на расстояние уходишь они все равно палят и не перестают палить пока не уйдешь допустим куда-нибудь за угол короче npc и стража здесь чуть-чуть стали умнее скажем так чуть-чуть они стали умнее хитрее но вы поняли так не превышайте лимит времени обнаружение 007 выполнена а где чарльз почему его не палят а но он типа там на рынке какие-то продукты разглядывает вот это блин замаскировался с этой иначе вытворяет типа да так просто продукты тут смотрят какие-то на рынке ведь работает чарльзу не палят а нас палят что там за клоун на крышу забрался что за псих что за придурок на крыше что вытворяет а так окей давай чарльз за дело новости из франции мыслитель и писатель барон демонтес нет эй вы все воры и негодяи чего будь проклята ваша война ты за это ответишь за ним голову с плеч я помню эту сцену на забавный так ну ладно наша задача какая просто бежать за ними да и помочь чарльзу оставь его эдвард опять ты отпусти нас и джонат питкер на тоже я не дам оспаривать мой авторитет и я вы все воры скандалы их будьте прокляты мерзавцы так ну ладно боевка ассасин скрида 3 она тут немножко сложно хочу это отметить позвать подкрепление чё я что-то там нарушил нарушил и не то что нарушил не успел короче походу вовремя разделаться блин подкрепление какой-то подоспела а как сделать так чтобы она не подоспела а вот надо вот этого убивать быстрее 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 стой ё-моё а чё тут смотрите вот с этим бесполезно сражаться чё-то и вообще ударить нельзя да вроде у нас тоже туда ударить не может к слову но это главная цель похода вот все а это свой что ли лечо а это свой понятно я думал то страшно моим братом когда я не подниму на тебя руки но если мы встретимся снова тогда пения и на себя вы свободны предатель ну ступай ищи с ними миражи надеюсь ты вспомнишь меня неспроста учинили этот бедла чего вы хотите от него все объясню по дороге но неплохо играется в осащен скрид 3 мне все нравится люблю эту игру она классная надеюсь когда-нибудь я буду снимать по ней больше видосов там я не знаю экспериментировать может буду играть с модами посмотрим надеюсь что когда-нибудь это будет но явно очень не скоро сейчас я могу ограничиться лишь вот этой рубрикой как играется в том или ином году и суть еще в чем наступил двадцать четвертый год я снова захожу в осащен скрид 3 до только уже в двадцать четвертом году не самого начала и опять же еще хочу сказать я очень хочу дойти до геймплея за конора в этом видео когда же в предыдущем видео 23 года мы там играли только за хэйтома и только в начале а начало но не особо то интересное на самом деле то есть вот только отсюда начинается самое интересное уже именно сам сюжет погружение в сюжет бостон хэйтом в принципе чарльз наши темные делишки тамплеерские и да блин очень охота уже до конора дойти показать и геймплей за него геймплей сюжетную линию но вы поняли давайте не медлить за дело давно не был в этом баре кстати сколько я снимаю уже 30 минут фризов нету к слову ни одного пока что еще не было так что да купил новый жесткий диск набитый сектора его не проверял но тот жесткий диск я проверял набитый сектора он идеален ей так могу сказать что да он работоспособный но почему то чтобы я не делал с этим жестким диском на то есть какую бы игру не установил и если запись ведется этот жесткий диск то короче фризит периодически время от времени но фризит хотя конечно еще рано делать выводы вдруг через десять минут фриза начнутся как бы не каркаем ребят не каркаем все давайте начинать следующее задание часть 2 все еще проникновение в сайт в саут гейт колгейт пусть машина долго служит колгон или как-то точнее одиссея нашел ади кто адидас новый знакомый греческий герой болван дебил позвольте объяснить придурок мы пройдем форт сайласа притворившись друзья проникнув внутрь мы освободим пленников и убьем сайласа хитроумно я за так нам насрать за ты или против тогда начнем сперва надо найти подходящий обоз обо что навоз какой еще навоз ребята помню эту миссию обоз скоро будет здесь атакуем по сигналу все ясно сэр если все рассчитаем сможем застать их врасплох в этой миссии будем маскироваться в одежде в одежду страшника короче будем маскироваться я помню в двадцать первом году играл достаточно скрит 3 проходил не полностью но конкретно до этой миссии до доходил получать последний раз был здесь в двадцать первом году где-то вот в октябре или в ноябре так и чё надо сделать я забыл подать сигнал юма капец блин блинский ладно давайте возьмем пигль и просто стрельнем он но ладно можно и так блокируем удар и сражаемся боевка здесь действительно стало сложнее ну да понятно бывает такое конечно блин у меня такой же баг был и в двадцать третьем году и вот в двадцать четвертом захожу в этот же осащен скрит 3 чё это почему учет с этой тележкой лечит из повозкой чё с ней почему она пропадает я вообще сквозь коня прошел или а я даже сквозь эту тележку прохожу да нормально нормально у меня такой же бак был в двадцать третьем году ничего не изменилось хочу стражник завис ну ладно отлично смотрим сцену а вот мы и переделись чарльз вы и уильям в авангарде не подпускайте никого а я что огурсберт ламела вы с джоном следуете за нами поодали будьте на чеку я дам знак когда вы понадобитесь узнали ребят мы пришли помочь всем кого держат форте саутгей развяжи только форте иначе у ворот что-нибудь заподозрят тебя не трону даю слово ты знаешь что нибудь о лагере сайлоса сколько у него там мне это не нравится на всякий случай ребят запись сохраню потому что быть может все что угодно так окей продолжаю сэр впереди противник мы атакуем не пусть джонатан и томас все устроили как скажет блин а че с тележкой то точнее с повозкой офигеть вот в двадцать первом году я играл в ассасин скрит 3 у меня такого бага не было как только вот установил этот ассасин скрит 3 на свой новый компьютер в двадцать третьем году я как бы ничего с ней не делал с этим ассасином не переустанавливал не удалял и баг это тоже никуда не делся смотрите да чё пацанчик руки поднял чё происходит нажмите ты окей так ладно потихонечку помаленечку продвигаемся не знаю чуть такое но в принципе ну в принципе игра главное что не фризит и не вылетает все нормально пока что хер с ней с этой повозкой тележкой в остальном все нормально все чики-пуки все тип-топ каблучки макияж все тип-топ и это день наш так держать чарльз это по-нашему одно слово говоришь задело так ну чё мы встали то поехали все чисто клер продвигаемся я пока что налил стаканчик колы так 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 в принципе запись уже где-то 40 минут идет да думаю еще 40 минут поиграем стой кто идет что у вас тут подарок подарок для сайлоса оркот езжайте Убить. Я так и знал, что она ты скажет. Убить и готовы, дайте знак. Окей. Откуда такая уверенность? А что, если она нас сдаст? О, помню эту миссию. Да-да-да. Вспомнил. Короче, тут полицию нельзя. Сложновато будет. Почему нас палят, если мы такие же стражники? Ё-моё. Ну, в костюме стражника так же. Окей, потихоньку по болинку продвигаемся. Сейчас, короче, надо устранить три цели. Три цели устранить. Как бы нам это сделать незамеченным, оставаясь. Давайте тут просто посидим. Понял. Готово. А нет, нам надо не просто устранить. Нам надо освободить этих типов пленников. Но, в любом случае, устранить бы его пришлось. Окей, ребята, вы свободны. Что происходит? Так, потихоньку, помаленьку. Воу-воу-воу, ребятня, полегче. Что такое? Так, чё тут? Шухер-то где тут есть? Какой-нибудь шухер? Ну вот он, шухер, в принципе. Устранил. Освобождаем следующих. У меня спаливо. Шу-вы, всё чики-пуки. Так, отлично. Ну и последний, наверное, самый сложный. Где-то там на корабле. Рискованно. Так я и думал. Вас заметили. Надеюсь, последние контрольные точки, а не всё сначала. Ё-моё, всё сначала. Ребят, я это обрежу. Всё, ставлю запись на паузу. Ну, в принципе, по-бырому проспидранил. Очень по-быстрому. То есть даже быстрее, чем в предыдущий раз. Так что нормально всё. Сейчас вот тут встаём. Чё, где он? А, его нету? На этот раз его нету? А, он где-то там, он вдалеке. Вон он, пасил. Значит, встаём вот так вот. О-о-о, нормально. Всё, отлично. Убийство из-за угла. Блин. Смотрите, надо для стопроцентной синхронизации было троих из-за угла убить. А я только одного убил. Хотя, может быть, не всё потеряно. Смотрите, вот тут ещё какой-то чё чела. Чё делать-то нам? Я дожди знаю, ребят. Чё нам, ждать его в натуре? Ну, даже если мы его сейчас упьём, то ведь надо ещё будет третьего где-то выискивать, чтобы из-за угла-то убить. Вообще, получится ли у нас сейчас из-за угла-то его убить? Ну, наверное, да, получится всё нормально. Оп. Окей. Нет, плохо. Мне плохо. Весьма неплохо. Вот он, третий типок. Может быть, можно как-то свистануть, я не знаю. Вот да, можно, отлично, отлично. Это просто превосходно. Реально работает. То есть, можно было свистнуть. Как бы я свистнул. Эта функция тут есть, у этой части ассасина. Не помню, в револошнице, наверное, не было. А тут есть. Свистнул, готово. На буковку Е. Ну и всё. Даже на сто процентов синхронизации выполнили. Миську. Очень хорошо. Так, что дальше? Неужели нельзя хоть час вести себя тихо? Нет, стоило мне прилечь, как вы тут же устроили здесь бедлам. Я требую объяснений. И убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Безобразие! Я выясню, чек это рук дело, и полетят головы. Но сперва, сперва разберёмся с этим. Закрыть ворота. Тех, кто попробует уйти, убить. Плевать наших или... Этих. Убейте любого, кто бросится к воротам. Вам всё ясно? Скоты. За дело. Найдите, убейте генерала. Так, вот нас чему-то обучают. Новому приёмчику. Хорошо, понял. Типа, хватаешь противника и... Тем самым защищаешься от выстрелов. Давайте подберём пуху. Блин, мы всё-таки на 100% синхронизации миссию не выполним. Надо было какого-то генерала там убить, оказывается. Мы этого не сделали. Чёрт возьми, не получите урона. А мы получили. Мы, короче... Те ещё неудачники. Стреляй! Всё, наконец-то. Я забыл просто на какую кнопку стрелять. Мы не знакомы, но я твоя смерть. С автоматом. Я дал слово, Сайлес. И я его сдержу. А теперь что? Подождем Полагаю не очень долго Перекурим Почелим немного What the fuck Ну ладно You play действие выполнено Это хорошие новости Синхронизация Завершена часть вторая Так ну запись сохранять не буду Все таки пока что нам Но не каждый же 20 минут запись сохраняется Прошло несколько недель с тех пор как мы освободили Магавков Я надеялся что их вождь пришлет к нам своего гонца Но увы Мои люди скучают Они хотят знать что дальше А у меня нет ответа Только Лине сдается как немалые шансы Бродит по улицам по окрестным лесам Надеюсь встретить кого нибудь из тех кого мы спасли В ту ночь там была женщина Это она увела других пленников Думаю найдя ее Я найду и ответ Так что Я жду Надеюсь Что скоро начнется Настоящее дело Чем ты там сказал Я ничего не понял Ну ладно Часть третья Бостон 1755 год Зима Класс Зимняя атмосфера Бостона Люблю ее О дракон Символ 2012 года Это год когда вышла эта игра Это был год дракона И вот прошло 12 лет На дворе 2024 Это тоже год дракона Как бы вообще-то А следующий год дракона будет В 2036 То есть через еще 12 лет получается Мне будет 35 лет 35 лет Мне будет когда-нибудь Если я доживу До 36 года В 36 году мне будет 35 лет Это сложно представить Но короче Следующий год дракона будет именно тогда А сейчас На дворе 2024 Мне 22 Пока что Через месяц Мне уже будет 23 года Играем Ностальгируем Вперед О, Чарльз Удалось отыскать незнакомку Говорят, она мутит воду В окрестностях города Под названием Лексингтон Значит, там и начнем поиски Встретимся там Так, окей Вперед Побегаем по зимнему Бостону Смотрите, курицы тут всякие Детишки даже Опять какой-то Цвинтус Гигантских размеров Собачка Блин Круто Классно Мне вообще все тут нравится Крутая атмосфера Вот Пишите, какой город вам больше нравится Я вот просто еще вдобавок Раньше Испытывал Тичайшую ностальгию К Ассасин Скрид 2 Например, да Это моя самая любимая часть Ассасина С которой я полюбил Серию игр Ассасин Скридов Люблю историю Заяцу Но Что хочу сказать Ассасин Скрид 2 Она старее Она объективно все-таки хуже Потому что Ну она старее, да Она выходила первее Ассасин Скрид 3 Тут уже как-то Получше все И графон И возможности больше То есть она объективно лучше Эта часть Ассасин Скрид 3 Но суть-то Опять же, в чем главное Что хочу сказать-то Все-таки от Ассасин Скрид 2 И даже Бразер Ход И даже Револейшнс Немножко Я устал Блин, ну я постоянно их снимаю Особенно Ассасин Скрид 2 Уже ностальгия Немножко выветривается Но какая может быть ностальгия Если я в эту игру Уже даже сейчас Больше играю Во взрослой жизни Чем в детстве Реально, вот если посчитать По количеству времени Я в детстве Может быть в Ассасин Скрид 2 Провел Часов 30-40 А во взрослой жизни Уже 500 40 Часов Так что да Уже ностальгия выветрилась А тут все-таки Тут все-таки Она не выветрилась Она наоборот С годами только нарастает Ностальгия к этой игре К этому Бостону Ко всей этой Классной атмосфере Блин, здесь реально Все так круто Ну что ж, ладно Добегаем до задания Вообще там Сколько бежать-то Давайте посмотрим Ее красоты Это ж Подождите Где миссия-то Че? А, нам в эту сторону Охренеть Ой, че, угарнули что ли? А, можно телепортнуться Серьезно? Можно телепортнуться? Ребят, хорошо, что я Зашел в карту И да И сделаю это Отлично Я забыл, что тут есть Какие-то телепорты В предыдущих частях Ассасина Такого точно не было Это первая часть Ассасина В которой можно Телепортнуться То есть телепортнуться Именно зайдя в карту Вот нажав на миссику То есть в предыдущих частях Как бы тоже Можно было телепортироваться Но Там можно было Телепортироваться За 100 флоринов Например В киоске Который Как бы Ну, киоск Телепортации Так и назовем его Киоск телепортации Подходишь К этой небольшой Лавке Будке Или киоску И плачешь 100 флоринов Выбираешь точку Телепортации В Бразерхуд Например Там можно было Бесплатно телепортнуться Да-да-да Вот уже в Бразерхуд Там уже не Ни киоски Ни будки Ни лавки Там немножко Кое-что иное По канализации Короче Какие-то катакомбы То есть Ты как бы заходишь Выбираешь точку Куда телепортнуться Уже не плачешь Никакие деньги Бесплатно Вот Перемещаешься Единственное только Эти будки Надо разблокировать То есть Их все-таки Надо покупать Синхронизировать местность И так далее И тому подобное Ну и как бы Потом можешь телепортироваться Здесь короче Как видите Ничего этого делать не надо В Револейшнсе Я уже вообще забыл Как там Что там за будки Не будки Как там вообще Реализованная система Быстрого перемещения Ну вот тут она Блин Шикарно Реально Просто зашел в карту Нажал куда тебе надо Ну не куда себе надо Наверное Куда надо Куда хочет тебя Не телепортнут Вот конкретно На Миську Если она в другом городе Да Можно Спокойно Взял И телепортнулся А вот и Миська А вот и Чарльз Ли Мерзнет тут стоит Это вот мы его так Поприветствовали Вот я на пробел нажал Как слезть с коня Я что-то не понял Окей Буква Е А я шифт Да пробел Жму Часть 3 При своем Мнении Ребят Сохраню запись И отойду Буквально на минутку Пописать Охота После этой колы Окей Ребят Я продолжаю Разогрел хавку И В общем-то Начинаем задание Вы нашли ее У нее лагерь Неподалеку Прекрасно Чем раньше Мы с этим покончим Тем раньше Согреемся Это хорошо Не будем Медлить Верхом Мы доберемся Быстрее Боюсь У меня Скверные новости Да Брэдок Настаивает На моем Возвращении Я пытался Возражать Но все зря Без сомнения Он зол Из-за Питкерна К тому же Мы выставили Его на смех Слушайтесь Его А я устрою Так Чтобы вас Освободили Мне жаль Что так вышло Не страшно Что мы По каким-то Сугробам Тут перемещаемся Нельзя было Пойти по нормальной Дороге Че такое Поздно Огонь только что Потушили На снегу Свежие следы Она здесь Как ты это Понял Блин Мы остались Без коней Понятно Черт Дерьмо Дьявол Она взбирается Выше Из сугробов В чащу Я слышу Какие-то Не очень хорошие Звуки Предвестники Беды Е-мое Волки Чарльз Не отставайте Сэр Это все Не к добру Где же она? А, вот она Ждите Чарльз Без глупостей О-па-па Мадам Без всяких Сэр Не беги Я просто хочу Спросить О, черт Я вовсе Не враг Я дружелюбен Да, господи Е-мое Да послушай же Да Факин щит Довольно этих игр Почему я падаю Нормально Я вовсе Не враг Дальше я сам Но, сэр Ступайте Ступайте, чарльз Я просто хочу Спросить Я Заблудился Да, вовсе Не враг Да послушай же Ну вот, что-то продвигается Потихонечку Помаленечку Хм Изи Слишком легко Так, где она может быть? Я думаю, что она где-то Где-то, где-то, где-то На дереве? Не знаю У вас есть орлинка? Нет Че за нахер? Блин, это еще не все, что ли? Еще волки Так Я думаю, что она где-то Неподалеку Смотрите, волк Прямо на глазах, по-моему Заспомнился Мать его А как орлиное зрение включить? Или у нас его еще нету? Где она может быть? Ребят, неужели мы не поиграем За Коннора? Ты что, издеваешься? А, вот и она Быстрее карабкаемся А, блин, нам, походу, не надо карабкаться Поэтому он и постоянно слазит сам по скрипту Нам надо Понизу бежать Я так понимаю Стой! Ты что, слегка тронутый? Хочу познакомиться просто Я пришел с миром Зачем ты говоришь так медленно? Просто прощение Прости Меня зовут Хейтем Кенуэй Чего ты хочешь? Эм, познакомиться Я тебя зовут Я Гадзи Дзио Очень приятно Гадзи Дзио Просто Дзио Окей Дзио 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 А вот об этом мне запрещено говорить Я спас твоих людей Это ничего не значит? Я никому не расскажу Я умею хранить секреты Здесь есть один холм Жди меня там Погнали Если ты говоришь правду Я никогда не лгу Мое имя Хейтем Кенуэй Потемнело неожиданно В том городе солдаты Они хотят прогнать мой народ отсюда Их вождя зовут Бульдог Бульдог? Эдвард Брэдек Ты знаешь его? Он мне не друг Каждый день мои люди гибнут от рук таких, как он Он мерзавец Мы положим этому конец Вместе Что ты предлагаешь? Убить Эдварда Брэдека Звучит неплохо Нужно найти Но Ну да Надо сначала его найти Нифига себе С таким приземлением Я не верю тебе Я знаю Такой звук был Нестандартный Новые звуки прыжка в сено А это уже даже не сено Смотрите, ребят По старой привычке Мы называем это сеном Короче, ребят Мы по старой привычке Все называем это сеном Но я уже в Бразерхуд заметил Что очень часто Это не сено А листва В данном случае Это Трава с кукурузой Вообще Жди здесь Женщина-магавка Вызовет подозрения И перестрелку Я не первый раз Среди твоего народа Я справлюсь Надеюсь Ну, посмотрим Так-так-так-так-так-так Что тут у нас? Мне стакан виски И побыстрее Окей Ваш Чёртов стакан виски Хер дождёшься Я пошёл отсюда Опа-па Опа-па-па-па-па-па-па-па Говорят, французы Готовятся атаковать нас Интересно Что Брэдок собирается делать? Он уже в передовом лагере Думаю, безделье Тут скоро кончится Неделя не пройдёт И мы выступим на юг Окей Информейшнс получен На выход Любой шотландец Спросит А ты куда собрался? Домой Я? Нет Другой Петушок Чего? Думал уйти Да А теперь? Теперь Думаю Выбить тебе зубы И ты боялся Что я вызову подозрения Это всё из-за тебя Нас спалили Ёпарсаты Вау По очереди Псы помойные Достанься каждому Вот так вот Ты ранен? Где? Ерунда Пустяки Вот Это остановит кровь Не стоило Ну спасибо Нам нужно идти Жди меня в лагере Братака Зачем? Ну ладно Часть 3 При своём мнении Выполнена Это хорошо Не на все Сто процентов Но тоже Неплохо Чё там далеко До следующего задания Оу Ну вроде близко Но Телепортнуться нельзя Как это работает? Почему то можно То нельзя Как сесть на коня? Окей Пробел значит Чё такое? Чё он согрелся? Блин Покуда бежать Оп Новые звуки Я уж привык Что Во многих частях Ассетин Скрида Звуки одни и те же Там постоянно Этсо говорит Аспект Аспект Ну и всё в этом духе А тут А тут уже другой актёр Дубляжа Никита Прозоровский Но Но Так ладно Добираемся До миски Вроде Недалеко Хотя Хер знает Опять Повозки Исчезают На глазах Я даже сквозь могу пройти Нормально Нормально В принципе Это нам на руку Чё конь устает что ли Или чё Понять не могу Да Он устает Раньше Такого не было Вроде В Браздер Худ Можно Быстро бежать Очень долго Пока сам не остановишься А здесь Ну сами видите Так Казнь Это всё Это наше всё Используй метель Чтобы действовать Скрытно А чё с метелью Ммм Большое количество ФПС Понятно Нет Но придётся Действовать Осторожно Ну ступай Я постерегу Здесь Короче 300 фпс Из-за этого В сцене С метелью Было Что-то неладное Укрыться В повозке Да А где она А Ребята Как мы укроемся В повозке А как мы В ней укроемся Её Не существует Или она существует Блин Чё делать А как мы укроемся В этой Повозке Если у меня Повозки Не прогружаются Вот это мы Влепли А чё делать То Блин Ничего не утаивает Ладно Сейчас Две бочки Соли Дюжина Фунтов Свинины Десять Градины Соли Дюжина Яиц Шестнадцать Голов Сыра Не французского Пять бутылок Виски Но вы Блин Она то появляется То пропадает Как мне туда попасть Повозки Нету Да пошли вы Господи Это просто Миссия невыполнима Я вам так скажу Реально у меня не появляются повозки И вот я и попал Ну как бы до этого Можно Прикрыться в повозке До этого Но не появляются и не появляются Да я хер с ними с этими повозками А сейчас Вот это я влип По-крупному Как Вот чё надо нажать Её-ё-ё Нету Я вообще сквозь прохожу То есть даже если Как-то сейчас сюда якобы попаду Так меня всё равно палить будут Она невидимая Ну то есть Блин Она то есть То её нету Ну сами видите Короче Реально чё делать Может это из большого количества фпс Давайте попробуем отключить Вот чё с повозкой Просто в ахере Ладно давайте попробуем сначала Как-нибудь пройти Без повозки Всё-таки Может можно как-то Схитрить Давай Давай Окей Окей Да всё ладно Отлично Воу 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 Может устроить Диверсию Может устроить Бейк Бам-бам Бам-бам-бам А может мы тут что-нибудь подармём Чё там опять Опять голос Чарльз Ли Только уже не за Чарльз Ли А за стражником Нормально я сюда забрался Раньше я не так эту миссию проходил И вообще Мы обошлись без повозки Тоже нормально Тоже нормально Ребят Карта бы мне не помешала Так Надо её найти Да хер тебе Чувак А голос сменился Да тебе показалось Ты разговариваешь Сам с собой Кому ты там Говоришь Тут никого нету И вообще Если тут кто-то ебал Я уже ушёл И да Это было просто Блин Чего нас не теряют Да будь ты проклят Ладно Да хер тебе Отлично Где-то тут стражник Вот он Класс Даже вот будучи в сене Можем свистнуть Это просто потрясающе Не нужно дожидаться До последнего Когда он подойдёт К этому Столгу сена Или листьев Можно свистнуть И Дело в шляпе Всё в ажуре Так сказать Так ладно Спи спокойно Друг Так что надо Отбежать Выберитесь Из форта А если я Вторую пушку Сейчас Ещё заряжу Это будет Не просто Но можно Попробовать Верно Оу Щит Гаддэмон Блин а где клинки То чё я кулаками Всех нейтрализовываю Вторую пуху Подзаряжаем А теперь Новый хан А если посюда Сбежать можно Я думаю Что можно И посюда Попробовать Да Нужно больше Солдат Ладно Бежим быстрее За угол За угол Нормально Вот мы и скрылись И прошли задание Правда Не на сто процентов Ну что Брэдек уехал Смотреть войска Они выступят К дюкену Но пока Они не готовы У нас есть время Всё обдумать Не нужно Устроим засаду Здесь У реки Иди собирай друзей Я позову своих И дам знать Когда будет пора Казнь Это всё Миска Правда Ребят Знаете Мне что-то подсказывает У меня не было Ни единого Малейшего Шанса Дойти до Геймплея За Конора В 2023 Но я думал Я прям был уверен Что Хотя бы в этом-то году Я дойду До геймплея За Конора И Продемонстрирую Его На видео Нет Не дойду Вот честное слово Всё Видос уже реально Надо завершать Через минут 10 А мы как играли За Хейт Макэнвэя Так и играем За Хейт Макэнвэя Не будет Геймплея За Конора Даже в этом году Даже в этом году Геймплей за Конора Не будет Ребята Вот так вот Ну а что поделать А прикиньте Если я Вот реально Время быстро летит Прикиньте Если наступит Уже 2025 год Я даже в 2025 году Снова буду играть В Assassin's Creed 3 И продолжать Ровно на том моменте На котором Остановлюсь В этом году У меня как бы получится Ну некое такое Прохождение Assassin's Creed 3 По одному видосику Каждый год В 2023 году Поиграл часик В 2024 году Поиграл часик Ну полтора И вот потом Будет 2025 год Прикиньте Если я и в 2025 году Сюда зайду И как бы продолжу На том На чем остановился И тоже буду играть Часик А то и полтора Как бы проходить Получится такое Некое Прохождение Как бы По одному видосу Раз в год Добираться долго Давайте хоть на паузу Поставлю что ли Ува Кто там свистит В дудку Индейскую Ребята Вот я и наконец-то Спустя до хрена Времени добрался По всем этим сугробам И прочей Всякой зимней Ерунде Всяким вот этим Препятствием Вот я и добрался До миссии Начинаем Смотрим Что же тут у нас Пять месяцев Спустя Зэ Таверна Тобой приют Найдем Земле сырой От свиньи Браво Болван Нажрался В хламину В говно Трудитесь Да Эм Как ты Что Пора в путь Мой лагерь На севере Иди туда Господа Нам пора Засыпает город Просыпается мафия Она ж была Неразговорчивая Сейчас смотрите Какой стол Сперва холодно Теперь жарко Че-то смей Из сыра В болото И его Да Берем Я уже не говорю О москитах Москиты Уверяю Скоро нам будет Не до жары И мошкары Что Из-за Бульдога Еще немного И мы Понаделаем В нем Дыр Еще немного И начнется геймплей За Лил Лил Коннора Литл Бэби Коннора Но Но Уже Ребят Точно Не в этом году Уже Как бы Все Надо Сейчас Будет Заканчивать Так что Сейчас Пройдем Эту миссию И закончим А че у меня С надписью Пробел Так Ладно Я даже ничего не нажимал Он сам дошел И сам слез с коня Отлично А ты не скучала Все эти воины Из разных родов Но все они Желают избавиться От Бреддека Абинаки Делавар Шони А ты? За кого ты сама? За себя Что я должен делать? Помоги научить остальных Пойдем Едут Нихрена Просто Ловлю мгновение Где тележка? Многие удивляются Зачем мы рвемся на запад? В дикие Чужие Не обжитые Края Они не всегда Будут такими Когда-нибудь Нам станет Тесно Здесь Ребят Это же Это же Король Вашингтон Нашему народу Нужно место Чтобы процветать Нужно Больше Земли Транцузы 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 Это знают И стараются Нам помешать Они вторгаются В наши края Ставят форты Заключают союзы Чтобы потом Затянуть петлю У нас на шее Но этому не бывать Мы разрубим ее И выставим их вон Вот зачем мы едем Предъявить ультиматум Пусть уходят Или умрут Пора нанести удар Стой Мало уничтожить экспедицию Нельзя упустить и Брэдека Иначе он вернется Я переоденусь одним из них И подберусь к нему Твое нападение их отвлечет И я нанесу ему смертельный удар Ребят, вы видели Рядом с Брэдеком Так называемым Был Собственный персонный Король Джордж Вашингтон Мы ждем знака Они впереди К этой игре еще есть DLC-шка Называется Тирания короля Джорджа Вашингтона В 23-м году я вот играл В первую главу В первый эпизод Воу-воу-воу В первый эпизод Короче, там есть еще два эпизода Надо будет в этом году тоже Поиграть И допройти полностью Эту DLC-шку Блин, спалились Ну ладно Че за А где последний? Смотрите Карта баганулась Блин Так, ладно Вот мы замаскировались И сели на коня Убейте ополчентов Избегая стычек Ничего у нас не вышло Че я быстро бежать не могу Так, ну Че могу сказать Это уже почти конец видоса В принципе За полтора часа записи Вроде реально Ни одного фреза даже не было Это хорошо Потому что ни одного фреза даже не было И вылетов не было Все Щеки бомбони И сочувствие врагам Эдвард С этой стороны На его все видится Иначе Берегись Спасибо, Чарльз Сэр Чарльз Куда же ты, Эдвард? Далеко не убежишь Вперед Так Надо выстрелить в него Не попал Быстрей Перезарядка Давай Перезаряжай Опять я не попал Перезаряжай Пигль Быстрей 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 Ё-моё Ты перезарядил? Да что ж ты творишь Да мать твою Мы были так близко Надо подобраться еще ближе снова Почему у него кони устают А у меня уже устал? Это наш шанс Не думал, что ты трус, Эдвард Что же ты? Эй В крысу со спины Какая дерзость Я всегда знал Что она тебя погубит Она Погубит Нет Король Вашингтон Вы обезумели Живей, пока он не ушел Поторопись Ну типа рожа Важно Я не заслужил этого Нет, ты все заслужил Негодяй Прости, Эдвард Соу Сори Но Увидимся в аду За что хейтем? За все плохое Твоя смерть Это ключ Ничего личного Бизнес Просто бизнес Ну Разве только отчасти Ты в самом деле Давно докучал мне Мы с тобой были Братьями Да ни хера Подобного Да Когда-то В прошлом Разве что в прошлом Думаешь я забыл Все твои береги Сколько невинных жалов И ради чего Прорубая мечом Путь к развязке Мира не сберечь Нет Если бы мы все Больше полагались На меч И убивали чаще Мир был бы куда лучше Чем есть Пургали Согласен Согласен Реквестки Не патчем Мазафокера Прощай О Спасибо за колечко Продам его на рынке Заработаю целое состояние Вот и все Дело сделано Я выполнил свою часть сделки Надеюсь ты выполнишь свою Идем А что ей нужно сделать? Раздвинуть ноги? О, нет Выход из-за Нимуса А, нет, стоп Это не выход из-за Нимуса Это не то место Или это не тот ключ? Не подходит Что за И как мне Открыть эту дверь? Здесь нужно Какое-то яблоко И дама Нет Черт Куда ты меня привела? Ты разочарован Я в отчаянии Я думал это ключ Здесь должно было быть что-то Где золото? Где бриллианты? Где алмазы? Где драгоценности? Я ждал большего Что они значат? Это история Юти Дидзон Что дала этому миру форму, чтобы здесь была жизнь Путь ее был долг Труден и опасен Но она верила в своих детей И в их силу И хотя она давно покинула мир Ее глаза глядят на нас Ее уши слышат нас Ее руки ведут нас И Ее любовь дает нам силу Откуда ты знаешь? Ты была ко мне очень добра, Дзио Спасибо Я Мне пора Ну что ж, ребят, ладно Спасибо за просмотр Кодовое слово, наверное, будет Экспедиция Брэдека И рождение Конора Так и напишите Экспедиция Брэдека И рождение Конора Ну не Макгрегора Так, что-то намечается Несколько дней спустя Это еще не все, что ли? Прикиньте, да? Уже конец видоса Уже полтора часа играем А мы все еще Не дошли до момента, когда надо играть за Конора Вот, ну как бы Только где-то здесь Мы все еще в Бостоне Все еще за Хейтема Блин, ну, как бы да Момент величайшей важности близок То есть уже вот-вот скоро все-таки будет Действительно геймплей за Литл Конора Ноу, пока что все-таки Он не наступил Мы все еще в Бостоне Давайте выйдем в главное меню Стоп, стоп, стоп Как выйдем в главное меню? Выход Ну да Выход, значит, ладно Так Одиночная игра О! Крутое музло Ну что, тут было только что 3 июня 2023 Осталось 7 января 2024 Вот это вообще можно удалить, конечно Но пускай будет, мне не мешает В принципе Три часа суммарно мы провели В этой сессии Большое всем спасибо за просмотр С вами был Зак Увидимся, наверное, в 25 году Я не знаю Время летит быстро Так что Посмотрим Спасибо за просмотр, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok